Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным в студии Ирина Ромбальская. Против правил на улице Аэродромной сегодня днём водитель кроссовера сбил велосипедистку. В момент столкновения машина перестраивалась в крайнюю правую полосу в направлении проспекта Жукова. По словам очевидцев, женщина двигалась по проезжей части навстречу потоку. От удара лобовое стекло иномарки покрылось трещинами. С множественными травмами велосипедистку доставили в больницу. Обстоятельства аварии сейчас выясняются. Сильно пострадала. Приехала гаюня. Нога была очень повреждена, рука и голова. Мы не старались не трогать её, чтобы ничего не повредить. Приехали, ждали скорой. А вот на улице Максима Богдановича мелкое ДТП стало причиной серьёзного затора. Пока водители выясняли между собой, кто прав, а кто виноват, образовалась пробка. В результате каретам скорой помощи и реанимации, которые по стечению обстоятельств именно в этот момент спешили на вызов по соседству, пришлось искать пути для объезда. Я ехал с утра на выезд, попал в мелкое ДТП, опоздал от неприятной осады. Видите, вот узкий двор. Я почему-то был уверен, что мы вдвоём разъедемся. Девушка ехала медленно, зацепил зеркало и решил вызвать сразу ГАИ. Почему плановое отключение горячей воды для жителей партизанского района растянулось на месяц? Где в городе появилось ещё одно место для релакса и как столичные дизайнеры поздравляют меньшан с Днём независимости? Ответы на вопросы у нашего дежурного по городу Вероники Фалей. Место обещанных двух недель больше, чем на месяц. Кран с горячей водой в 33-й квартире по переулку Козлова ещё с мая не подаёт признаков жизни. Горячую воду в этом доме отключили согласно графику 11 мая. А вот планово вернуть обратно так и не удалось. Вооружившись железным терпением и различными ёмкостями для подогрева воды, жильцы с надеждой ждут оживления, в том числе и от коммунальных служб. Только вот кран с горячей водой по-прежнему выдаёт холодную, а сантехник не спешит на помощь. Вода идёт какой-то температуры летней, и эта температура всё время плавает. Понижается до плюс 20 градусов, повышается до 28 градусов тепла. Коммунальщики уверяют, на жалобы жильцов отреагировали своевременно, произвели замену вентиля. Однако проблема так и не решилась. Как оказалось, виной всему старый смеситель, который дал трещину. Устранить полонку коммунальщики планируют в ближайшее время. Сегодня будем повторно уже обследовать все квартиры, получать доступ, чтобы осмотреть проблему смесителя. Терпение и труд всё перетрут. На месте заброшенной площадки в Московском районе появилось благоустроенное место отдыха. Сделать мир вокруг себя краше. В рамках волонтёрского проекта «Вместе» добровольцы и зеленструевцы весь уикенд трудились над преображением заброшенной площадки в районе улиц Голубева и проспекта газеты «Звезда». Совместными усилиями благоустроили клумбу, вывезли мусор и покосили траву. В планах дизайнерское оформление бетонных плит, а также установка спортивного оборудования. У нас четыре проекта в рамках этой программы. Один из проектов – это благоустройство именно этой площадки. Второй проект – озеленение двора, он уже прошёл по Короля-26. Следующий – это будет налаживание эффективной коммуникации по улице Космонавтов-35. И также четвёртый – это раскраска художественными рисунками, электробудки. В преддверии главного летнего торжества ко Дню независимости на Немеге установили яркие панно. До 3 июля ещё больше двух недель, однако оценить первые штрихи нарядного платья столицы можно уже сегодня. Центральные улицы и проспекты украсили открытки поздравления внушительных размеров. На очереди дизайнерские плакаты растяжки, тематические цветники от зеленстроевцев и впечатляющая иллюминация. Все красиво, красочно, ярко. Посмотрим, что будет дальше. Хочется верить, что погода и в праздник не подведёт. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт tv.by в разделе форум. Звоните по телефону горячей линии 1-600-700. И помните, нам важны подробности. 13 случаев трихинеллеза зарегистрировано в Минске с начала лета. Эта болезнь характеризуется лихорадкой, отёком лица, кожной сыпью, а при тяжёлом течении поражением внутренних органов и центральной нервной системы. Наиболее часто источниками заражения становятся дикие кабаны и домашние свиньи. Минские больные не стали исключением. Все пострадавшие употребляли в пищу мясо дикого кабана, купленное у неизвестных лиц и не прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу. Когда мясо проходит ветеринарную экспертизу, обязательно, если в нём личинки трихинелл есть, то это выявляется, такое мясо не используется для питания. Поэтому одним из основных таких мероприятий для профилактики, это, конечно же, обязательно, особенно если речь идёт о мясе дикого кабана, проведение ветеринарной экспертизы. Грозовой июнь. Непогода щедро одарила Минск проливным дождём и порывистым ветром. Сегодня ночью из-за подтопления было временно блокировано движение 13 троллейбусных маршрутов на проспекте «Газеты Звезда» в улицах Кальварийской, Харьковской и Калиновского. Досталось и автомобилям. На улице Фискультурной ветка дерева упала на припаркованные легковушки. К счастью, никто не пострадал. Покорить горные склоны, песчаные холмы и сложные рельефы из камней и брёвен в Минске состоялся открытый тест-драйв кроссоверов премиум-класса на специально подготовленной трассе, имитирующей различные виды бездорожья. Чтобы заезд прошёл максимально гладко, участникам предложили заправиться бензином, разработанным специально для комфортного вождения и максимальной защиты двигателя, топливом нового поколения G-Drive. К слову, этот бензин на белорусском рынке с 2014 года. Сегодня заправиться им можно на 9 станциях сети «Газпромнефть» по цене обычного АИ-95. Любую машину надо заправлять качественным топливом, но внедорожную технику, которая эксплуатируется в тяжёлых дорожных условиях, важно заправлять качественным, хорошим топливом. Поэтому все наши автомобили заправлены топливом G-Drive. Очень здорово. Подсказали инструкторы, всё показали. Уже почти два года ездим на этой машинке, но никогда этими функциями не пользовались. Было очень кстати. Мы чистенько заправляемся на «Газпромнефть». Очень нравится. Новые городские подробности завтра в это же время в студии новостей, которой всегда рядом работала Ирина Ромбальская. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин